серия показа деревень окрестных деревень которые находятся вокруг домачиво и вот я сегодня показывает деревня лепенки одна из умирающих также деревень потому что здесь мало уже совершенно мало людей осталось в основном только дачники как и уже говорил деревни все высасывает город высосал практически полностью здесь никого нет только дедушки-старушки их очень мало осталось доживает последние кто здесь останется наверное уже никто те деревни уже ближайшие годы я думаю не возродятся если не придут какие-то особые перемены на ней вроде как и не предвидится этому будем видеть то что есть а я буду вам показывать пусть останется память вот здесь крест это западной со стороны со стороны богданов я заехал такие маленькие домики размалеванные разукрашенные красивые конечно же были когда-то сейчас они чахлые в основном там никто не живет только наезжают люди но и выходные домики игорь повторяю выкупили обрезки до дачники приезжают садники вот что остается этих домов изделеют и костены покосившиеся набрали такой цвет особый древний старый замечательная погода весна сейчас конец апреля сады цветут теплом удивительная весна но хорошо радует это замечательная погода те советские годы здесь процветала жизнь гудели трактора мы чали коровы гоняли на велосипедах на на циклах где-то дети родители мать мамы отцы шумели загоняли детвору не могли загнать домой до самой ночи сейчас вот уже пришло другое время не выгнать из дома вот как бывает не было никаких больших заборов когда-то маленькие всегда сюда дворы просматривались каждый домик по-своему был каждом домике сад обязательно фруктовый груши яблоки сливы все росло они туда плодоносили за ними ухаживали подливали навоз там все такое косили обкашиваю сейчас конечно же ничего этого нет только что уже мы лет 20 положили асфальты там гравейки где-то это более проселочные сейчас вот такой вид основном этих дом и как никто не живет эти дома пустые жаль конечно в эта деревня была большая с полтысячи человек жила на и сохранились вот эти елочки когда-то молоденькие садились сейчас вон они старые стали древние а вообще-то дальше забора я помню в те времена не было вот видите конец апреля у нас сирен светит вот сюда же там не было право это потом поставили заборы люди как-то не городились друг от друга ничем может какой-то заборчик плетень стоял да и все не было манеры красть ходить там сперечь что-то у соседа это же деревня то одна большая при большая была семья все знали друг от друга всегда приходили на выручку на помощь сейчас нет загораживается бетонными заборами слава богу здесь их нет хотя бы ужасный вид с этими забором вот я в европе сколько был там я не видел заборы только изгороди мой живые а таких как здесь бетонированы кого горят а это говорит то что вообще 100 людей изменилось очень вот эти времена за душу трогает здесь железная дорога не светка была брест-владава хелм вот она уже почти 200 лет здесь есть по-моему сорок восьмого года восемьсот сорок восьмого года то ли железная дорога древняя древняя все люди гоняли на поездах в брест на работу приезжали было часто часто поезд ходил сейчас редко некому это пустой там никого нет тем поезда я уже забыл тоже когда поездами вроде бедно живут но у каждого машина вроде денег нет но есть деньги купить дачи приехать заплатить за бензин что не скажешь что очень сильно в бедно живем но и не богато мне кажется все таки не по нищенски все сравнивает с теми временами не могу сказать по душе были те времена мне лучше а сейчас нет может старею может не знаю почему но всем этим домиком и любуюсь всегда в любой деревне заеду вот такое разноцветье по разному они построены разума смотрится одни в землю вросли другие это магазина есть сохранился еще магазин так что хоть какой-то хлеб то все первые товары можно по что-то нужно купить саша вольф немец меня провожал да он остался здесь брат у него в германии давным-давно он здесь так вот жалко конечно умнейший парень грамотно я просто здесь вокруг и такого хотя вид у него не ахти какой но очень грамотный человек с ними часами разговаривал на разные темы мало-мало встречается здесь людей насколько здесь проеду двадцать человека увидел 3 куда не люди деваются не знаю вроде пятница вечер тепло от 20 градусов я люблю эту пору когда захват солнца мне больше всего нравится именно эта пара деревня разбросана очень сильно я здесь редко в этой деревне бываю ну знаешь здесь две-три улицы всего лишь вся она в лесу у нас все деревни лесные одна-две наверно есть только которые на полях находятся такси вот так директ красивые деревушкам здесь также территория экологических разного рода заповедников заказников а здесь заказник тоже ничего нельзя здесь не охотиться ничем природные заказнику сам юго-западе беларуси брестском районе люди даже часто не понимают каком они раю красиво живут ну что везде такие леса шикарные природа других местах этого близко нет еду задними дворами другими дорогами и они показывают центральные я стараюсь всю деревню показать людям пусть смотрят может кто-то увидит свои домики которые живут далеко-далеко-далеко которые давно дома не были будет им приятно посмотреть не отзывается пишут часто мне это приятно конечно читать и слышать ну что от этих деревень нигде ничего не найти никакого видео нигде нет ни в ю тубе ничего вот так умрут и беспамятно могут уйти в небытие хоть какая-то память останется вот какие интересные домика как он размалевывает эти наличники на окнах надо дверь эти филенки поразмалевывает тоже сидела бабка с дедом когда что-то рисовали ну что я помню в те времена не не особо домики разрисовали не более натуральные были цвета таки были двери оконниц из чистого дерева не смотрели смотрелись я еще помню как мой дед все филимонович он плотничал и столярничал столяром был всю жизнь как он это все красиво делал и вначале покрывали только масло оливкой то добавляли воск я помню канифоль смолу такую сосновую и мазали как красиво дерево смотрелось а потом уже появились эти краски разные цветные люди начали заниматься пестротой сколько в деревнях помню не было окрашенных полов ничего не были настоящие доски драйли березовыми вениками драпачами называется так запах специфический красиво было я вспоминаю еще застал эти времена жаль наша молодежь этого ничего не заметил видит я уже к с улицы со стороны асфальта заехал уже с восточной стороны вот кручусь по деревне кружок такой сделаю почета и показать хочется хочется показать вон какие домики остались еще никто там не живет только наезжает неизвестно даже когда сюда кто-то приезжает в этих домиках вот стоит еще такой же давным-давно никого нету в этом домах заборы попадали заросли в росли в землю подойду по каким домикам да погляжу мне нравится вот такие старенькие старенькие домики которые мне на сотка лет то и больше на углах вот эти связующие звенья от дылей а конницы забиты заколочены здесь уже может лет 40 никто не живет 30-40 а дом стоит вот этот колодец а ведь когда-то с него пили люди воду поила чистейшая здесь вода песчаная почва здесь настолько вкусная вода чистая холодная просто замечательная вода и неглубоко два метра максимум здесь деревни полтора метра метра даже до воды бывало но песок и везде пески у нас пески вот так деревушка смотрится кое-где еще кто-то живет скорее всего это не приезжие говорю еще раз купили дома и приезжает сюда отдыхает может город всех напрягает устает я тоже не могу я в городе день поезжу там на этой машине такое состояние весь разбитый избитый приезжай домой все опять полной грудью дышу чистейший воздух успокаивает все это на каждого приходит такая пора у людей будет молодые пока молодые носятся носятся то же самое было потом приходит время и все успокоился на природу тянет хочется все это видеть чувствовать как же жизнь интересно устроена кто подумал молодые годы что это буду делать буду ездить снимать тебя любил сюда вот здесь клуб я помню сюда еще дискотеки приезжал делать дежекейм был в начале восьмидесятых годов был дежекейм появились первые магнитофоны катушечные большие бобинные такие приезжался до пяти часов помню вбиться в клуб невозможно было этого клуба небо был деревянный еще невозможно люди на улице стояли столько было молодежи с окрестных деревень на мотоциклах на велосипедах машину вообще туда не было посъезжаются весело было до самого утра гуляли никто никого не гонял никто какое какое было все таки замечательно это время не могу я об этом не говорить это была моя молодость это было давно было 40 лет назад за 40 лет много воды утекло все сильно изменилось полностью деревне умирает не убиты еще конечно смерть но умирает жалко очень жалко что так все заканчивая на этом как приехал дорогой так и уехал уезжая навстречу солнышко пойдет до следующей деревни харсу еще посмотрю поснимаем всем хорошего следите смотрите за нашими деревья